МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую, дорогих телезрителей, в эфире программа «Слабожанщина. Слово». Начать я ее хочу поэтическими строками. «Всмотрись, читатель, в мой портрет, и пообщайся, тет-а-тет, со мной, но прежде прочитай в одну из черно-белых книг хотя бы 8-10 строк. Великим был я не чита, прожил на свете только миг, был изначально одинок, но по тебе, читатель мой, в счастливый час и роковой я тосковал, как волк. Однако поплачь, посмейся и повой над тем, читатель ключевой, над чем я выл, смеялся, плакал. Как только выпадет роса и залеют небеса, откроются твои глаза. «Всмотрись в поставленный под стенкой портрет, который написал художник Николай Павленко». Автор этих строк, которые напечатаны в книге «Трава забвения» Анатолий Мершниченко. Сегодня он герой нашей программы. Я знаю, что вы уроженец Донбасса, и там же закончили высшее образование, получили. Скажите, пожалуйста, вот сегодняшняя ситуация в Донбассе, такая неоднозначная ситуация, такая щемящая ситуация. Какие чувства у вас вызывают? События, происходящие в Донбассе, это, конечно, трагедия для жизнителей. И для меня особенно, потому что это моя родина, я там родился, там был воспитан, там получил образование. И я жду, когда, наконец-то, наши политики договорятся, и прекратится это кровопролитие ужасное. Надеюсь, что это произойдет все-таки, потому что бесконечно эта война продолжаться не может. Это противоестественно. Есть такое выражение, что когда говорят пушки, музы молчат. Но я лично считаю, что музы и в это время должны громогласно говорить и поддерживать именно те мирные начала, которые более естественны человечеству, чем война. Итак, давайте вернемся к вашим, к вашей творчеству. Скажите, пожалуйста, минувший год, год юбилейный для вас, год вашего круглого юбилея 75-летия. Скажите, вот вы рождены в феврале, и не зря эта передача будет у нас звучать в феврале к вашему дню рождения. А минувший день рождения подарил вам в творческом отношении новые книги, какие-то новые впечатления? Да, в прошлом году я занимался изданием книг. Издал их пять. Ну, две книги я переиздал. Это книга стихотворений для детей «Территория М». И вторая книга – это «Клубов новых палетов» и «Пиковых дам». Это те стихи, которые посвятили мне на протяжении многих лет. Вот она лежит, эта книга. Это все сделали мои друзья, организовали издание такой книги когда-то, много лет назад. Но теперь появилось много новых стихотворений, посвященных мне. Поэтому я решил переиздать ее с дополнениями, потому что надо быть благодарным тем людям, которые писали тебе не по заказу, а по велению своего сердца. И что-нибудь. Давайте почитаем. Я допиваю жизнь, еще глоток и донцы, и сумерки в глазах, и холодок в крови. Но и в мое окно заглядывало солнце, и ласточка весной мне пела о любви. А ныне все в былом. Весна, любовь и лето за окнами октябрь дождями моросит. Я ухожу один под сводом черных веток в ту даль, что мне давно забвением грозит. Там закатилось солнце, там горы да аллели, там ангелы поют любви за упокой. Я глянусь, а ты стоишь в конце аллеи и машешь мне во след прощальную рукой. Душа моя спала, а сердце пустовало. Я в сумерках тоски десятилетия жил, как будто я попал в бессрочную опалу за то, что стал врагом насилия и лжи. При всем при том, что я послушным слыл вассалом из строя и семьи, смотрел не вверх, а вниз. Поэзия, лишь ты тогда меня спасала, и только ты мою оправдывала жизнь. А время на часах космических кончалось. Полсотни лет моих как будто ливень смыл, и без любви земной душа ожесточалась. Черствело сердце, все теряло всякий смысл. Но к тем, кто счастье ждет и мужественно сносит безвестность, бедность, боль, скандальную лузгу, Приходит, наконец, оранжевая осень с возлюбленной, с вином на золотом лугу. С бессильной борьбой, с блаженным бабьим летом, Любовь моя последняя и ласковая лань, Боготворю тебя за то, что над поэтом Простерла ты свою спасительную длань. Поэзия обладает редчайшим даром. Она вот в таких драматических ситуациях, которые возникают в жизни, она спасает человека от страшных последствий этого и восстанавливает его духовную ауру. Жизненный путь ваш, Анатолий Михайлович, начинался, мы уже упомянули, Донбасс, Донецк, там же вы закончили вуз, а потом вся остальная жизнь по сегодняшний день у вас была связана с Харьковом, так? Да, я в Харьков приехал в 1971 году. Меня пригласили сюда на работу, вот, и я здесь остался навсегда. И семью сюда перевез. И сердцем прикипели, наверное, да. Потому что я знаю, что у вас очень много поэтических строк, связанных с Харьковом, с отдельными его районами. И Салтовка там есть, и солнце. И метрополитен. И метрополитен там есть, да, в котором вы также работали. Да, почти 10 лет. Ну, в общем, город Харьков стал для меня второй родиной. Потому что здесь начали меня по-настоящему печатать, издавать отдельные книги. А раньше это только коллективные сборники были. И в Краматорске, и в Донецке. А здесь вот по-серьезному начали относиться ко мне. Хотя я приехал в Харьков не с пустыми руками. Уже были написаны многие стихи, которые потом вошли в книжку. А потому что сердцу больно. Ну, и в первые книги, которые были здесь изданы. «Жизнь не ковром персидским слалась, А половецкою ордой. Подкралась сумрачная старость С базарной билибердой, С свободой в челночных рейсах, С зарплатой в размер шиша, С банкирами в привычных пейсах, С багровой рожей торгаша, С поденщиной огородной, С занятущим комплексом вины, С кошмаром боли всенародной За состояние страны, С тоской по жизни сытой, прежней, Когда был базис обобщен, Когда союзом правил Брежнев, Когда командовал Хрущев. Смотрю потухшими очами На путь назад в капитализм, Днем вверх стремлюсь я, А ночами лечу куда-то вниз и вниз». Мой кумир в поэзии, в литературе, Александр Сергеевич Пушкин, Разливается в воздухе яд По сценарию старого лиса, И уже Петербургом летят, Словно стрелы, Подметные письма. Сквозь дворцы, подворотни, Метель, пересуды и домыслы света, Попадая без промаха в цель, В беззащитное сердце поэта. Весь он порохом мести пропах, Чернореченским снегом и лесом, А Мадонна и его на валах Безоглядно танцуют с Дантесом. Не сумела она в кураже Разглядеть, что на самом-то деле Пушкин ранен смертельно уже За двенадцать недель до дуэли. Обрекли его свет и жена На голову душевных борений, На дуэль роковую И на двое суток предсмертных мучений. А вокруг кривотолки, возня, Солнце русской поэзии меркнет. Вместе с ним отпевают меня Царедворцы в конюшенной церкви. Социальная кредитная сеть Веб-трансфер Справки по телефону 098-412-1114 Присоединяйтесь! Можете вы прочитать стихотворение О Харькове И ваши, будем говорить, Натюрморты, поэтические, Посвященные Харькову. Во встрече расставания на площади восстания Цыганские пророчества без имени и отчества С настырной просьбой Ей не гадай, дай и кидайся под трамвай. Мы знали цель их, знали цену, гадалкам и гаданиям. Встречались мы с сыною целью на площади восстания. И вдруг пророчество сбылось, И мы не вместе, а поврось. А мы же в верности клялись, Но как-то странно разошлись, Как предсказала теща, И опустела площадь. А из последнего что-нибудь можете почитать? Как жаль, что я слегка ослаб, Не ем яичницу на сале. Разговорил бы скистский баб, Они б такое рассказали. А жили бы греческие мифы, И понеслись бы степью скифы, Пахнули бы полынной волей, И распахнулись перед взором, Кичась богатством и простором, Кибиточные города, Кочующие диким полем Несчислимые стада. Заговорили бы у костров вожди, Осетленные кони, Заржали бы закон суров, В полусражении и погоне. Скиф должен сутками не спать, Обязан на рассвете медном Внезапно в поле возникать И пропадать в степи бесследно. Умён, бесстрашен, ловок, лих, Опора другу и соседу, Обязан в прах разбиться скиф, Но вырвать у врагов победу. Прошу одну из скифских баб, Открой поэту, мать Зейнаб, Как вы посмели сбросить вниз нас, Баб с досокристианским стажем, Оставив степь беззоркой стражи, Вам отольются кровью кражи, А заодно и слёзы наши. Зачем без паспортов и виз Свезли нас в мёртвые музеи, Где бродят только ратозеи, И нас рассматривают скопом Под примитивным микроскопом. Опять они, как овцы, сбились И снова произносят речи, А между прочим, нам на плечи Орлы и вороны садились, Но не выклёвывали глаз, В отличие хищники от вас. Клянусь цветком полынь травы, Как говорили аксакалы, Так не вели себя, как вы, Ни псы, ни волки, ни шакалы. Сява сожись, на взгляд циклопа, Раздоры, воровство и злоба. Мы камни, как ни погляди, Но вскоре вам признать придётся, Что в каждой каменной груди Живое сердце гулко бьётся. Поэт, у нас довольно сил И средств для справедливой мести, За разграбление могил, За поругание нашей чести. Волнуюсь я, что ты ослаб, Ценю в тебе, сынок поэта, Но ни одна из скифских баб Не выдаст скифского секрета. Вот так. Ну и поскольку мы с вами Накануне праздника женщин, 8 марта, женского дня, Я знаю, что у вас есть и любовная лирика. Не могли бы почитать оттуда что-нибудь? Любовная лирика. Открывается книжка Стихотворением Алена, Которую особенно любит Слава Романовский. Поэтому я начну с неё. Стихотворение. Не Алену, а стихотворение. Да, конечно. Как яблоки зелёные, Глаза твои, Алена, Глаза твои, Алена, Как листья зелены, Зелёные, 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 Такие же зелёные, Как у моей жены. Алена, разве счастье приходит Так уж часто? Не часто ведь приходит, А может только раз. И нет меня счастливей, И нет меня несчастней, Когда стоишь ты рядом, Не поднимая глаз. Ты яблоня, Алена, Ты яблоня, Алена, Плоды не приносившие Ни разу никому, И, может быть, под клёном, Под молодым, зелёным, Тебя самым первым На свете обниму. Качнётся клён над нами, Под нами луг качнётся, И поплывёт планета, Качаясь из меня, И среди ночи дома Жена моя проснётся, Жена моя проснётся И вспомнит про меня. Но нет ни глаз зелёных, Ни луга нет, Ни клёна, Звереют ветры только, И в рог луны трубят. Прости меня, Алена, Прости меня, Алена, Прости меня за то, Что я выдумал тебя. Влюблённости вам вечной В весну, в природу. И чтобы эта влюблённость Преображалась в новые, новые стихи. Спасибо. Это была программа Слабожанщина. Слово, Героем которой Был харьковский поэт, Прозаик, эссеист Анатолий Мяришниченко. Социальная кредитная сеть Веб-трансфер Справки по телефону 098-412-1114 Присоединяйтесь Березивские минеральные воды Найкраще ликування сахарного диабету Та органів травлення Унікальною залізовмісною Минеральною водою Власного родовища Приездить до тихого куточку Харківщини К отелю, где остановился президент Стянуты многочисленные серии полиции Район патрулирует бронетехника И бойцы спецподразделений На крышах дежурят снайперы Кинологи с собаками На всех прилегающих Ну как дети? Эти беспрецедентные меры бежать Чего ж так сложно? Тревожная кнопка От охранного агентства Бастион-сервис Обеспечит здоровый сон И сохранность имущества Подробнее об услуге На Бастион-сервис Харьков.юа Народный артист Украины Павел Зебров С долгожданным концертом в Харькове Любимые хиты и новые композиции 21 марта Киноконцертный зал Украина Так и шаг Никуда на поезд спешить не надо Одесса придет к вам сама Если вы посетите старое фото Отелье Соломона Герцена То он расскажет вам За жизнь и за Одессу В лирической комедии Вы меня улыбнули По рассказам коренного одессита Сашки Берштейн Мы так и ждем вас в доме актеров Билеты там же, в кассе Так и ради бога Не опаздывайте И будьте нам здоровы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова